Стремление не допустить повторения Холокоста стало философской основой для создания еврейского государства. Все меньше остается представителей того поколения, которое принято называть отцами-основателями. На минувшей неделе скончался Шимон Перес. Бывшему премьер-министру и президенту Израиля было 93 года. К его заслугам относят строительство оборонной индустрии еврейского государства. О нем говорят как о важнейшем участнике мирного процесса. Проститься с Шимоном Пересом в Иерусалим приехали практически все мировые лидеры. Президенты, короли, премьер-министры. В специальном заявлении в день смерти Шимона Переса президент США сказал, цитата, «Огонек угас, но пламя надежды, зажженное им, будет сиять вечно». Свидетелем траурных церемоний в Иерусалиме стал Евгений Сова. Женя, добрый вечер. Скажите, как реагирует страна на смерть Переса? Вне всяких сомнений, кончина девятого президента Израиля Шимона Переса – это трагедия национального масштаба. И несмотря на то, что Пересу было 93 года, несмотря на то, что последние две недели он провел в больнице, не приходя в сознание, тем не менее сообщение о смерти Переса во вторник ночью, точнее уже утром в среду, стало шоком для многих. Многие здесь в Израиле выросли, зная, что Шимон Перес у руля страны, что Шимон Перес занимает посты министра обороны, президента, премьер-министра. 70 лет общественной деятельности. Шимон Перес вошел в книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой руководитель государства. Шимон Перес был 7 лет президентом страны уже в почтенном возрасте. Даже когда он завершил свою 7-летнюю карьеру президента, Перес продолжал ездить по миру. Читал много лекций, продвигал интересы самых разных израильских компаний. Шимон Перес был полон энергии. И знаете, здесь в Израиле многие шутили, многие политики шутили, говоря о Пересе так, с черным юмором, я бы сказал, шутили, что он еще будет на их похоронах. Но вот этот момент наступил, Шимон Перес скончался, оставив после себя огромный багаж истории. Его биография – это история государства Израиль. Он был у истоков основания государства. Он был помощником Бангуриона, первого премьер-министра Израиля. Благодаря Шимону Пересу, согласно иностранным источникам, у Израиля есть ядерный потенциал. Есть реактор в демонии, который долгие годы называли текстильной фабрикой. Все это Шимон Перес. Шимон Перес был министром обороны, когда Израиль провел одну из самых дерзких операций по освобождению заложников в Энтебе. Шимон Перес – это знаковая фигура, пожалуй, самая знаковая фигура в истории государства Израиль. Женя, а можно ли назвать Шимона Переса противоречивой фигурой в летописи еврейского государства? Или он все же был и остается всенародным любимцем? Нет, он не был любимцем народа все время. Многие даже говорят, что если бы он был любимцем народа, начиная с 1948 года, то, возможно, ему бы не удалось сделать то, чего ему удалось добиться. Ведь многие решения, которые принимались и в Министерстве обороны, и в Канцелярии премьер-министра, и в Министерстве иностранных дел, принимались в результате очень тяжелых политических споров. Например, решения о начале войн, решения о том, какие средства нужно выделять на безопасность, какие нет. Все эти решения, естественно, сопровождались серьезными политическими спорами. Многие в Израиле даже полагали, что Шимон Перес – такой политический лузер. Многие даже называли его лузером, английским словом – проигравший. Он действительно много раз проигрывал выборы. Ему даже не удалось с первого раза стать президентом страны. Он проиграл выборы в 2000 году Маше Кацаву. И вот, несмотря на это прозвище «Лузер», Перес, тем не менее, стал фигурой общенационального масштаба, фигурой консенсуса именно когда он стал президентом Израиля. Вот тогда израильтяне поняли, что за фигура Шимон Перес, что это за человек, что он сделал для государства Израиль. И, конечно же, последние семь лет его активной общественной деятельности, семь лет его президентства стали тем временем, когда вокруг Переса сплотился народ. И это мы наблюдали на этой неделе, когда многие люди – правые, левые, религиозные, светские, все политики пришли отдать дань уважения девятому президенту Израиля Шимону Пересу и в Кнессете, и на похоронах, которые прошли на горе Герцеля в Иерусалиме. Большое спасибо, Женя.